Может кто-то хочет поделиться, кто причастен к психологии, кто думает о поступлении, кто интересуется, какие ожидания, кто зачем пришел. Пока мы ждем еще остальных. Давайте. А как вы это ощутили, вот эту влюбленность в психоанализ? Я попала в психоаналитику, и я поняла, что все, я попала. Да, психоанализ, его сложно изучать только, да, академически в УЗИ. Психоанализ, конечно, нужно прожить. Его нужно прочувствовать, потому что сколько угодно можно академически объяснять, что такое перенос, да, что такое инсайт, вытеснение. Но это нужно проживать. Только тогда вы понимаете, вот, да, вот это, оно то самое. И тем более потом, для дальнейшей практики, конечно, ну, нужна своя терапия, свой анализ. Интересно. Кто-то еще готов? Я буду рассказывать в общем про психотерапию, и коротко коснусь основных таких трех китов, да, потому что у нас сегодня лекция про психотерапию, я поясню отличия медицинской психотерапии от немедицинской, да, как вообще проходит сессия терапевтическая, что это такое психотерапия, то есть это будет в общем. Психоанализ – это одно из направлений, да, направление психотерапии сейчас очень огромное, и поэтому даже бывает так, что какие-то терапевты обучаются и на различных других направлениях, но потом совмещают какие-то приемы, да, и чем больше у вас инструментов в арсенале, тем больше вы человеку можете предложить в терапии. А по вашему виду, для какой-то проблемы, какой-то лучше, нет, какой-то хуже, какой-то более оптимальный? Подход? Да. Я бы сказала не для проблемы, а, наверное, для человека, да, к каждому человеку подходит что-то свое, потому что каждый вид психотерапии разбирает различные проблемы, но есть пациенты, которые хотят быстро поработать, да, есть пациенты, которые хотят, чтобы вы им помогли, рассказали какие-то способы, да, как быстро сделать свою жизнь более счастливой. Да, так, конечно, не бывает, но кому-то нужна более быстрая терапия. Это тоже нормально, потому что не все люди готовы к той глубине, которая появляется в психотерапии. Поэтому тут зависит от человека и от его ожиданий. Допустим, сказать кому-то, что вот вы пришли в анализ, и анализ длится годами и, может быть, десятилетиями, а бывает так, что и до смерти анализанта или аналитика, да, это как сказать человеку, который излечивается от зависимости, что вы больше никогда не сможете употреблять, для них это страшно, да, поэтому, как работает 12-шаговая программа, что говорят, вот только сегодня я пробую, допустим, не употреблять, да, или не курить. И только сегодня кажется как бы небольшой такой промежуток, и он выносим. И поэтому не все могут согласиться на такую длительную терапию, тем более если человек еще пока даже не попробовал ее, и он не знает, что это такое. Поэтому кому-то, допустим, более такой краткосрочный подход подойдет, кому-то, в принципе, нужно консультирование, да, психологическое. Это 5, 10, 15 встреч, консультации, и мы работаем с каким-то запросом, который просто есть вот такой наболевший. Мы поработали, и все, и дальше человеку пока не нужно. Поэтому зависит от человека. Тогда я предлагаю начать. Я представлюсь. Меня зовут Веслобокова Ирина Валерьевна. Я психолог-психоаналитик, преподаватель нашего института и координатор благотворительного фонда «Помощь уставшим мамам». Мы оказываем помощь психологическую мамам и волонтерскую. И сегодня мы поговорим с вами о психотерапии, да, что такое психотерапия в целом, какие цели, отличие от консультирования, да, какие виды бывают в психотерапии, как проходит сессия, какие форматы бывают в психотерапии. И потом я поотвечаю на ваши вопросы, если они будут. Я думаю, что они будут. И если, допустим, в ходе лекции у вас возникает вопрос, вы просто поднимаете руку, и я включаю вас тоже, да, в диалог. Не стесняйтесь, у нас открытая лекция, и сразу в моменте спрашивайте то, что вас интересует. Что такое психотерапия? У греческого языка это означает терапия – это лечение, да, а психотерапия – это душа, то есть лечение души или лечение психики. Также называют психотерапию лечение разговорами. И иногда можем услышать, да, что работа психолога, терапевта такая вроде бы легкая. К нам пришли, мы поговорили, как бы, да, и вроде как зарабатываем деньги, и вроде бы это легко. На самом деле работа у нас сложная, потому что мы работаем с каждым нашим пациентом на глубине, да. То есть мы, если мы говорим про психотерапию длительную, то это длительная работа, и человек, в принципе, в терапии начинает познавать себя, того нового, которого, как бы, он никогда раньше не знал, да. То есть у нас есть всегда наши открытые части, и есть всегда теневые части, которые мы не знаем, с которыми мы не встречались, и бывает очень сложно встречаться с ними, да, и даже бывает травматично и страшно, самое главное, страшно, «А что там из меня проявится?» И такие, допустим, типичные есть наши части, как хорошая девочка или хороший мальчик, да, славный парень, можно сказать. Но когда есть проявленная хорошая девочка, это чаще всего такие советские дети, может быть, да, которых учили быть хорошими, послушными, прилежными, удобными где-то, удобными родителям, воспитателям, потом учителям, то обязательно в тени есть и плохая девочка, да, которая нам не знакома, потому что ей с детства нельзя было проявляться. И вот какая там плохая девочка, она может нас пугать. И поэтому в ходе терапии мы как раз и узнаем, что там скрыто, что у нас подавлено, да, вытеснено, и какая я там вообще или какой я там. Также в терапии, конечно, важным таким результатом является поднятие агрессии, поднятие агрессии нашего гнева, да, который тоже накоплен с детства, потому что ребёнку нельзя проявлять злость, гнев, ненависть к родителям, да, и значимым фигурам. Поэтому мы выражаем это через любовь, хотя любовь и ненависть как бы это одно чувство, только обивалентное чувство, так как две стороны медали. Поэтому любовь нам проще проявлять, а сказать, что я ненавижу значимую фигуру, это очень сложно и очень страшно, потому что меня могут, конечно, отвергнуть. Поэтому мы с детства научаемся, наоборот, получать эту любовь. И поэтому вот в терапии важно научиться клиенту распознавать свою агрессию, встречаться с ней и где-то её выражать. И это, в принципе, естественно и нормально, да, когда мы сиюминутно выражаем агрессию. Это не про то, что мы агрессивные, а мы можем конструктивно выражать свою агрессию, а можем деструктивно выражать свою агрессию. И необходимо выражать свою агрессию, как раз учиться конструктивно. И где мы это можем сделать, если у нас такого опыта никогда не было? Конечно, это в терапии. Да, и поэтому, если говорить, что самое такое важное, наверное, основное в терапии – это отношения, которые строятся между терапевтом и пациентом. У нас терапевтические отношения, да, и в этих отношениях пациент встречается с другим, скажем, таким устойчивым взрослым, с которым он может перепроживать свои травматические события, да, где уже, допустим, не мама, папа уставший или, может быть, невнимательный, да, это не про то, что они плохие, а про то, что они почему-то не могли. А вот теперь рядом со мной терапевт, устойчивый такой взрослый, да, такая фигура, рядом с которым я могу перепрожить свою травму и как бы изменить чувство к ней. И тогда она меня уже не будет так задевать и так триггерить. Поэтому эти отношения должны быть, конечно, принимающими, эмпатичными, да, терапевт должен быть эмпатичным, но тоже, коллеги, нужно понимать, что не всегда складывается альянс, да, чаще всего, конечно, складывается, бывает, не складывается, но важно, чтобы альянс между клиентом, пациентом и терапевтом случился. Когда это будет та атмосфера принимающая, когда клиент, пациент сможет находиться в ней. И иногда можно услышать от пациента, что мне важно было понимать, что вы на моей стороне, да, вот буквально первые сессии, вот он чувствует, что он здесь нужен, что для него здесь есть место, его ждут, у вас есть договоренности, да, что вы встречаетесь, у вас сеттинг, допустим, раз в неделю, да, с кем-то вы прям выбираете какой-то один день и одно время, допустим, каждый вторник в 12 часов дня мы встречаемся, да, вот особенно людям, которых нужно структурировать, это очень важно. Для них это будет такая опора, их это будет собирать, да, им может быть сложно в течение недели, но тогда они будут понимать, что во вторник в 12 я буду у своего терапевта, и мы будем анализировать меня, мы будем исследовать, это будет такой некий островок помощи. С кем-то, конечно, не получается, да, у кого-то сменный график, у кого-то какие-то еще есть свои сложности, и поэтому приходится выбирать разные дни, каждый раз и время, но регулярность терапии должна быть. Поэтому должен случиться альянс, чтобы клиент смог раскрываться, потому что как раз в терапии он вам приносит каждый раз себя, и вы следуете вместе с ним, да, вот на его как раз глубину. Если мы будем говорить про вот цели, допустим, психотерапии, то, конечно, если мы говорим про лечение души, лечение психики, то цель наша, как вы думаете, какая? Ну, ваши мысли. Какая цель психотерапии? Может быть, как-то внутренние конфликты. То есть облегчить жизнь человеку, сделать ее более выносимой, более счастливой, даже где-то более чувственной, потому что мы в терапии часто встречаемся с тем, что люди не могут чувствовать, даже когда у нас со студентами первого курса возникает вопрос такой, да, что вы чувствуете? И люди взрослые, и начинают думать, начинают именно думать, да, вот можно думать мысли, а можно чувствовать, а что происходит у меня здесь, да, что там, тревога или я злюсь вообще, у меня гнев. Можно услышать ответ, ну, я пойду там в магазин, например, да, что вы чувствуете? Ну, что-то такое, какое-то действие. Действие — это не про чувства. И часто такая как раз проблема, что мы замечаем, обнаруживаем в терапии, что человек не может чувствовать себя, он не распознаёт свои чувства, даже палитру этих чувств, да, у нас множество чувств даже, и чувство радости, счастья там, да, большая палитра и гнева, тоски, печали, уныния. И вот мы тоже в терапии учим человека распознавать свои чувства и слышать себя, потому что если, например, даже мы возьмём наше тело, то вот пообращайте внимание, допустим, когда вы сомневаетесь в чём-то, да, может быть, кто-то друг, подруга вас приглашает, давай увидимся, кофе попьём, да, или, может, ну, не близкий прям человек приглашает вас, и вот если обратить внимание на тело, то тело может как бы либо так немножко сжаться, да, либо так, наоборот, распрямиться. И это вот язык тела такой, что вот не знаю, может быть, не хочу или не так интересно, а бывает так, что да, и мы сразу говорим да. И когда возникает сомнение, то, скорее всего, как бы это не ответ да. Да, тут надо подумать. И тело всегда знает ответ наперёд, но сразу чувствует, да, это тоже наше бессознательное, и, по сути, как бы подсказка уже есть. Но мы пропускаем эти моменты, пропускаем этот язык тела, вот свои ощущения, и уходим вот в мысли, в рассуждение больше, да, в рационализацию. А если я пойду встречаться, если я буду пить кофе, то что будет, а если я не пойду, то что будет. То есть такой уже вот начинается процесс мыслительный. А в чувствах на самом деле всегда всё быстрее и понятнее. Поэтому мы научаем как раз человека чувствовать, проживать и замечать свои переживания. Как раз вот в экзотенциальном подходе очень большое значение отдаётся вот именно чувствам и переживаниям. Тогда считается, что когда человек может чувствовать себя, может сполна проживать грусть, да, печаль, радость, любовь, тогда он считается, что он более полно живёт свою жизнь. Потому что говорят терапевты экзотенциальные, что можно и в 30 лет быть таким ходячим трупом, который как раз вот не распознаёт, да, не чувствует. Вот этот вкус к жизни, он неощущен, неощутим. Поэтому очень важно чувствовать. И поэтому наша цель сделать жизнь человека и состояние его более счастливым, да, спокойным где-то, где-то настоящим, потому что не только мы в спокойствии пребываем, да, жизнь тоже как волна, и бывает и подъём, бывает и штиль, и часто нам приятнее проживать какие-то приятные моменты радостные, да, а вот грусть, например, печаль, мы как-то хотим чаще вот отодвинуть, да, хотя погрустить тоже нормальное течение жизни, нормальное состояние, и тоже как эта волна, где-то мы на подъёме, где-то у нас спад, и нам нужно восстановиться, например, да, после какого-то активного периода жизненного, нам нужен отдых, и естественно, что мы можем замедляться, поэтому наша цель ещё как раз тоже про то, что человек в терапии начинает осознавать себя, осознавать свои модели поведения, свои паттерны, да, осознавать, как он реагирует, его способы реагирования, как он чувствует, как он вообще живёт свою жизнь, и ещё хороший вопрос, живёт ли он свою жизнь или не свою, и очень часто как раз запрос терапии от людей, что, а я не знаю, чего я хочу, и иногда мы можем спросить, а вы когда-либо знали, чего вы хотите? Может быть, в пять лет вы хотели в футбол играть, да, может быть, в пятнадцать лет вы хотели стать врачом, например, или вы никогда не знали, и вы жили по сценарию родителей, да, родители нам рассказывают, как надо жить, у нас есть какие-то социальные представления, да, ребёнок ходит в детский сад, потом школа, его такая работа, потом хорошо бы поступить, допустим, в вуз, да, потом создать семью, найти работу, то есть вот эти социальные такие нормы мы знаем, но они, бывает, не всегда всем подходят, и бывает так, что человек, правда, и не знает, и оказывается, что никогда он и не знал. Вот родители ему рассказывали, как нужно, куда пойти учиться, да, может быть, человек хотел, там девушка хотела быть актрисой, а мама сказала, что сложно поступить, давай поступай на истфак, да, вроде по баллам пройдёшь, и тогда она идёт на истфак, но тогда потом позже, спустя время, конечно, это касается не всех людей, но как будто это может коснуться, понимание, что я упустил какие-то свои возможности, я предал там себя, да, я послушал, может быть, маму, и потом возникает, конечно, гнев на маму, потому что мама направила не туда, и человек понимает, что он отказался от своей мечты, и почему кто-то и в 30, и в 40, и в 50 идёт поступать туда, куда он хотел поступить после школы. Так тоже бывает, и поэтому вот эти вот как бы украденные желания, да, нереализованные, они тоже где-то на нас отражаются, что мы вот не живём, мы живём не свою жизнь, и поэтому, если человек не знает, чего он хочет, то мы можем начать работу с того, что давайте разберёмся с тем, чего вы точно не хотите, да, то есть пойти от обратного, и может быть, вот в этом исследовании, чего я не хочу, чего я хочу, может быть, да, чего я хотел в детстве, может быть, какие у меня были интересы, тоже очень важно, и поможет нам всё-таки прийти к пониманию, хотя бы чего-то, может быть, пока небольшого, да, чего в таки человек хочет, что его вот привлекает, на что появляется какой-то отклик, да, мы же тоже таким вот откликом можем обнаружить, что да, вот тут есть какой-то живой интерес, здесь есть какая-то жизнь, меня это привлекает, поэтому, когда к вам человек приходит на первичную консультацию, я говорю первичную консультацию, потому что чаще даже пока сам человек тут даже я не называю клиент-пациент, он пока клиент для одной консультации, да, он сам не понимает, какой у него будет запрос, он чувствует свою боль, он говорит, что вот мне как-то не так, например, да, или во мне что-то не то, что-то вот такое есть внутри, какой-то конфликт, или как-то, да, он даже может просто называть, что что-то вот не даёт ему, допустим, хорошо себя чувствовать, да, или как-то вот радоваться жизни, что-то мешает, или может он сказать, что мне как-то с другими не так или не очень, да, вот это вопрос таких уже межличностных отношений и вообще построения отношений любых, или бывает так, что человек приходит и просто с порога начинает плакать, да, это тоже говорит о том, что человек уже вот жил с этой болью, с этим напряжением внутренним, да, которое вот, как такой зверёк, можно сказать, бегает внутри нас, не даёт нам покоя, да, может быть, тревога повышенная, напряжение, и бывает, что вот он прям видно, что вот он донёс до кабинета вашего, и тут же может вот плакать, и ему пока нужно дать пространство и место, где он может свою боль хотя бы выплакать, потому что ещё бывает так, что не все люди могут плакать в присутствии другого человека, даже терапевта, естественно, поэтому тогда мы тоже работаем с этим и учимся плакать при ком-то, потому что это показать свою для кого-то это слабость, да, для кого-то как-то неловкость, и что я такая тут размазня, может быть, расплачусь при другом человеке, мы плачем тогда, когда нам больно, и всегда слёзы, они про что-то, о чём твои слёзы сейчас, о чём твоя боль, да, и через слёзы мы можем хотя бы немного вот эту боль из себя доставать, и почему также важно говорить о чувствах и проговаривать их, и даже в терапии хотя бы эта возможность будет, почему важно злиться, да, поднимать агрессию, гнев, потому что когда мы всё подавляем, любые чувства, мы всё оставляем внутри себя, в своей психике, своего тела, это всё остаётся там, когда мы начинаем об этом говорить, вербализуем, это хотя бы уже 50 на 50 с кем-то мы можем разделить, да, и мы таким образом разгружаем себя в терапии, в кабинете или у вас онлайн-консультация, то есть вы занимаетесь даже хотя бы психогигиеной такой, когда вы можете это где-то разместить, например, вот идёте вы по улице или едете в транспорте, где-то кто-то вам наступает на ногу, да, вот все же люди по-разному могут себя повести, кто-то вроде кому-то неудобно отреагировать, кто-то промолчит, кто-то может агрессивно отреагировать, сказать человеку, что вообще-то вы мне сделали очень больно, да, все по-разному, и здесь как раз вопрос, вот как я могу вот эти чувства разделить, человек может быть правда даже не обратил внимания или не заметил, что он вам сделал больно, но когда вы ему возвращаете, и человек может извиниться, или сказать, ой, я там, прости, даже не заметил, да, как-то вы с ним разделяете, чувствуете, и вы тогда тоже освобождаетесь, и это вам дает такое некоторое облегчение, что это не только все с вами внутри вас остается, а вы это вернули вашему там, обидчику, скажем, да, поэтому очень важна психогигиена, важна терапия, такая разрядка чувств, и также вот про цели, если осознание своих, да, паттернов своих реакций, также мы должны научить человека другим каким-то новым моделям поведения, да, не только научить, во-первых, даже проинформировать, вообще, как бы даже поисследовать, а почему он себя ведет вот только таким образом, и может быть какие-то есть другие способы поведения, да, модели поведения, и откуда это пошло, знает ли он другие способы, иногда людям не хватает даже просто информации, информирования, такого просветительского, скажем, момента, да, просветить человека, что можно и по-другому, и когда мы находим новые модели поведения, то человек начинает практиковать новые навыки, новые модели поведения в жизни, и прежде всего с вами в терапии, и в чем еще ценность терапии, в том, что пациент всегда сначала с вами пробует, даже вот если вопрос агрессии касается, то он сначала с вами пробует злиться, выражать гнев, не умеючи, иногда очень это пассивная агрессия, пациент пациент может начать опаздывать, может забывать оплатить вам оплату за работу, может пропускать, например, это все по такая пассивной агрессии, и мы как раз должны с пациентом это разбирать, а что такое произошло, вот все время вы приходили вовремя, а вот вторую сессию вы опаздываете, да, может быть вам не хотелось приходить, а может быть вы на меня злились, понятно, что это перенос, но нам нужно это разобрать, и сам пациент боится этой агрессии, а тем более сказать важному, такой важной фигуре к терапевту, что он на него злится или агрессирует, это страшно, потому что, конечно, за этим стоит страх, что меня даже мой терапевт может отвергнуть и не принять таким недобрым, скажем, своей агрессии, и поэтому когда вы доходите в терапию такой стадии, что пациент может уже начать на вас злиться, это очень хороший результат, он пробует это с вами, он видит, что вы его не отвергаете, вы его принимаете, и только после вот этого даже первого такого, скажем, опыта, он уже может где-то начать проявлять свою агрессию и в жизни, да, постепенно, поэтому вот так мы находим и закрепляем новые навыки, новые модели поведения. Понятно с этим, да? Может, вопросы у вас есть? Да. А если наоборот пациент слишком агрессивен сразу? Ну, хорошо, агрессивен. мы работаем уже с ним на то, чтобы он выражал свою агрессию, правильно? Нет, не обязательно. Да, да, тогда мы работаем с его агрессией, гармонизируем, балансируем, да, это же как такие, как, скажем, качели, вот, допустим, для тех людей, которые наоборот долго не могли проявлять свою агрессию, да, вот эти наши качели, то в какой-то момент человек научается проявлять агрессию, он как будто пробку из ванны достает, да, и вода стала уходить или наоборот какой-то там цунами, да, происходит, из него начинает эта агрессия прям потоком исходить, и вот эта качеля вот пошла вверх, да, но для того, чтобы нам прийти к этому равновесию, человек должен побыть в какой-то момент прям вот агрессивным, и даже близкие будут пугаться иногда, тоже важно объяснять, что будут изменения, сейчас я об этом расскажу, и только побыв вот на другом полюсе, скажем, и вот побыв таким вот уже неудобным даже где-то, потом наступает такой баланс, что теперь я уже могу выбирать и быть спокойным, и быть в моменте, когда нужно быть агрессивным, да, я могу быть разным, то есть когда у нас только одна часть проявлена, вот хорошая девочка, мальчика, да, тогда мы не можем себе позволить быть плохими, мы не знаем, как это, а когда у нас появляется выбор и быть плохими тоже, тогда мы уже выбираем, потом какая-то еще может появиться роль, да, уже третья, и вариативность становится больше. Если запрос у пациента был как раз-таки на проявление агрессии, вы пришли к этому, к тому, чтобы пациент научился проявлять агрессию, такой запрос, он, я могу сказать, скажу правдивый. Да, давайте. А является ли этот запрос правдивым, пускай, не знаю, другого эпитета подобрать, является ли он правдивым, или же все-таки пациент пришел с чем-то другим? А какой именно запрос? Проявить агрессию? Я вот не могу проявлять агрессию, как раз не наступили мне на ногу, а сказать ничего не могу. Например, такой запрос, он может быть сначала на пациенте, или все-таки? Он может быть, но на самом деле чаще всего это клубок запросов. Хорошо, вот вы не можете проявлять агрессию. Вот как долго вы не можете проявлять агрессию? То есть как-то человек уже, в принципе, к этому пониманию пришел, да? Что вот он не может проявлять агрессию. Что еще он не может проявлять? А почему он не может агрессию проявлять? Потому что он боится какого-то результата, своей агрессии, или что? Он боится, что его отвертнут, тогда у него есть страх одиночества, например, да? Что он останется один. И вот тут уже как бы проистекает другое множество запросов. С кем он не может проявлять агрессию? Ну, то есть пока вы идете к тому, чтобы научить пациента проявлять агрессию, у вас уже есть какой-то анализ. Из чего, в принципе, был собран с агрессией? Так, получается. Ну, да. Получается так. Просто и картинку себе сразу хотела себе раскрасить. Да, бывает так, что мы даже не можем в первые прям сессии оформить наш запрос. Запрос нам нужен для работы обязательно, потому что запрос является таким маячком, куда мы будем двигаться. Да, и, допустим, спустя время, во-первых, и сверяемся в течение терапии, как пациенту кажется, правильно мы движемся, хорошо ли мы движемся, или мы плохо работаем, может быть. Да, нам тоже важно его мнение. И бывает так, что мы приходим к какому-то главному запросу, и тогда наша задача подвести итоги и подумать, либо мы какой-то другой теперь запрос формулируем, да, потому что появляются какие-то другие моменты, или мы заканчиваем терапию, если нет запроса. А как часто первичный вопрос при том, не коррелирует с истинным запросом? Ну, часто, потому что клиент сразу, сам пациент не может сразу обозначить свой запрос, да, он вам рассказывает о своих каких-то сложностях в жизни, да, а вы уже гипотезы ему предлагаете, да, можно ли сказать, что вот есть проблемы там с самооценкой, например, да, или какие-то сложности вот с выбором, или как-то вы плохо справляетесь с межличностными отношениями, да, может быть, вам сложно выстраивать близкие отношения. И клиент-то вам пациент возвращает, да, да, и вот это про меня, например, и это про меня. Но иногда, да, иногда бывают такие люди уже немножко подготовленные, они могут прийти и сказать, что самое острое для меня сейчас вот такой вот мой запрос. Но все равно в ходе терапии вы много с чем другим тоже работаете, и опять же, если, допустим, это психодинамический подход, психоанализ, то мы много работаем с детством, да, мы возвращаемся в прошлое. Если у вас когнитивно-поведенческий подход, вы работаете больше с настоящим и с таким прицелом на будущее, гостинциальный подход, гуманистический, он прям работает конкретно вот на здесь и сейчас. Если, конечно, нужно, мы идем в прошлое, идем, да, вот в наши детские травмы, но мы больше задаемся вопросом, как тебе сейчас то, что с тобой происходило в детстве? Как это сейчас отражается, да, вот именно здесь и сейчас? То есть там мы больше вот эту экзистенцию, существование, бытие рассматриваем в моменте здесь и сейчас. Вот, поэтому запросов бывает, конечно, несколько. И бывает так, да, что клиент не может оформить сразу запрос, и даже бывает так, что клиент хочет предъявить такой нам запрос, который потом в длительной терапии мы обнаруживаем, что он не полезен для него. Например, он вам говорит о тревожном состоянии, да, что у него много тревоги. И, конечно, пациент хочет, чтобы мы эту тревогу снимали, да, как бы купировали ее. Мы можем с ней работать, с тревогой, но иногда, если мы будем только ее купировать, то это, как сказать, как наклеивать будем пластырь. Вот есть прыщик, да, или фурункул уже, человеку больно с ним, да, там уже гной начинает выходить, и мы ему раз пластырь, два пластыря, уже там сто этих пластырей. А дело не в пластыре, дело не в обезболивании, а дело в том, что вот этот гнойник уже нужно вскрыть. И вот нужно найти, нужно иногда даже тревогу довести до предела, чтобы вот этот гной стал выходить и найти причину, то есть корень тревоги. Что так нас, что нас тревожит? Мы не можем каждый раз просто облегчать жизнь человека, да, это, в принципе, даже где-то мы подсаживаем его на себя, да, и где-то, но это уже не терапия, а такое, да, вот, ну, поддерживающая терапия для какого-то временного облегчения. Но наша задача научить человека справляться со своей жизнью, и чтобы со временем он стал лучше справляться, и, в принципе, терапия завершается. и спустя какое-то время уже пациент сам говорит, что вот были кризисные, допустим, моменты, вот за неделю, да, и раньше он говорит, я бы уже написал бы вам, нужна консультация побыстрее, да, а сейчас он говорит, я уже представляю в своей голове вот наш диалог с вами, и я там уже вот разбираюсь с вами, и мне становится понятно, и я уже не хочу бежать прям вот на дополнительную сессию, а он научается справляться. И вот это хороший результат. И со временем он должен так окрепный, что он уже будет без вас справляться. Это когда уже специалист поселяется в его фон-системе? Ну, фигура, скажем, да. У нас разные фигуры есть, и фигуры критики, критика, да, они нам нужны, и фигуры защитника, например, адвоката внутреннего, и также фигура терапевта, она может быть. Это та, значит, моя фигура, которая, значит, не создалась. Это тоже будет какой-то его опорой. Бывает так, что мы не заканчиваем терапию прям окончательно, да, мы можем договориться, даже когда вот мы замечаем, результаты уже есть, да, и иногда я прям предлагаю, что мы можем, я говорю, я вижу, что вы справляетесь, давайте попробуем сделать частоту встреч раз в две недели. Да, и так вот постепенно человек пробует, мы всегда можем вернуться, да, и даже если какая-то острая ситуация, мы можем также раз в неделю встречаться, но надо давать возможность пробовать человеку справиться две недели. И он начинает понимать, что да, да, он справляется, да, бывают сложные ситуации, понятно, там мы встречаемся и чаще, а потом постепенно мы можем перейти на раз в месяц, да, потом кто-то вот даже, мы заканчиваем терапию, но иногда кому-то важно прийти и поделиться, как сейчас человек живёт. Может быть, это будет раз в три месяца, раз в полгода, да, то есть какая-то связь всё равно сохраняется, и разные бывают кризисы в жизни, и человек тоже может на каком-то этапе опять попросить несколько сессий, да, или вернуться как бы в терапию, но в принципе он уже в другом совершенно состоянии. То есть он, у него уже появляются внутренние опоры, и он опирается на себя. Понятно? Если говорить о трёх основных таких китах психотерапии, то это, вот, первый, это психодинамический подход, да, это психоанализ, современный психоанализ, классический психоанализ, это теория объектных отношений, также когнитивно-поведенческий подход, и третий, феноменологический, это как раз гуманистический подход, экзистенциальный подход, клиент-центрированная терапия, логотерапия Виктора Франкла и экзистенциальный анализ. И если мы рассмотрим вот три основных кита, то, конечно, психотерапия, психоанализ, как я уже сказала, она более длительная, да, она, правда, может длиться долго, и кому-то это очень важно, и, правда, это нужно, и это часть жизни, часть жизни. Когнитивно-поведенческий подход, более краткосрочный подход, да, он может длиться несколько месяцев, и, допустим, экзистенциально-гуманистический подход, он такой тоже, он не совсем краткосрочный, но он может длиться несколько лет, да, и вот потому что это такой подход, который работает с кризисами, особенно когда человек оказывается в кризисе, это могут быть и возрастные кризисы, и утраты, и переосмысление своей жизни, то человек как раз вот идет такой подход, и он хорошо с этим работает, то есть вообще из чего состоит твоя жизнь, да, это такие экзистенциальные вопросы, кто я, для чего я живу, куда я движусь, или куда я не движусь, или почему я стою на месте, то есть мы здесь вот исследуем именно вот эти экзистенциальные данности, которые, это и тема смерти и жизни, тема свободы, выборов, тема одиночества, экзистенциального одиночества, и тема бессмысленности. И вот здесь мы, да, прорабатываем, пересматриваем жизнь человека, да, здесь даже терапевт, он такой более эмпатичный, более конгруентный, более открытый, и он даже, если пациент просит, допустим, поделиться своим опытом, как он проживал какие-то моменты, да, похожие в его жизни, то терапевт в этом подходе, он, правда, может поделиться, и это будет полезно пациенту. Психоанализы, наоборот, да, более отстраненный аналитик, он сидит за кушеткой, да, анализант не видит своего аналитика, и здесь мы работаем больше с бессознательными, конечно, процессами, конфликтами. И когнитивно-поведенческий подход, там, наоборот, такое активное участие терапевта. И когда вы, допустим, уже проводите первичную консультацию, вы рассказываете коротко вашему пациенту про себя, да, вот какие-то моменты такие профессиональные, и вы должны рассказать коротко, или не коротко даже, о том подходе, в котором вы работаете, и что мы тут с вами будем делать, потому что пациент должен понимать, да, какие-то вот когнитивно-поведенческий подход, у него, допустим, есть домашние задания, и человек выполняет домашние задания, да, в психоанализе нет домашних заданий, в экзистенциальном подходе они могут быть, да, тоже как бы везде свои методы, везде свои техники работы, и важно человеку объяснить, потому что, может быть, правда, пациент хочет какой-то быстрой работы, и тогда психоанализ ему не подойдет, и он скажет, а что это я пришел, деньги заплатил, тут аналитик посидел за моей спиной, там, за моей головой, и вообще непонятно я с чем ушел, да, может быть, ему нужен, наоборот, более включенный терапевт, да, кому-то, наоборот, нужен психоанализ, и это самая лучшая терапия, поэтому вы должны рассказать, как вы работаете, что будет происходить, какая будет цель терапии, да, куда мы будем двигаться, что мы будем сверяться с вами, и обязательно, коллеги, нужно рассказать про сопротивление, которое обязательно будет, да, и что это естественная часть процесса, и клиент должен тоже, пациент, обращать внимание на сопротивление, может быть, ему не хотелось сегодня вот приходить, да, или что-то вот, или у мамочек бывают дети болеют, да, или что-то случается, вот, не дойти, не доехать, это сопротивление, и нужно о нем говорить, и это нужно разбирать, это естественно, наша психика, она всегда хочет, она за гомеостаз, да, она не хочет работать, потому что терапия, это процесс очень разный, он, моменты им бывают очень неприятные, болезненные, да, роста без боли не бывает, поэтому иногда очень тяжело бывает, да, но вот после этого момента вот тяжело наступает какое-то, правда, облегчение, как при медицинском массаже, когда вот жмут прямо на точку, да, и так больно, думаешь, сейчас заплачу, а потом отпускает, и так же и в терапии, и помимо того, что вы работаете с пациентом в кабинете, у пациента еще всегда есть внутренняя работа, даже когда он уходит после сессии, да, сессия длится 50 минут, и чаще всего бывает, что последние 5-10 минут пациент рассказывает самое вам важное, самое главное, вот, с чем он хотел прийти, но 40 минут 45 он будет вам рассказывать о чем-то другом, и поэтому это тоже нормальная часть процесса, потому что он вам рассказал и убежал потом, да, со своей внутренней работой, у него есть сновидения, да, у него есть воспоминания, и он все равно работает, работа это происходит, вот, поэтому мы говорим про сопротивление, о том, что важно его разбирать, важно обсуждать, и психика всегда сопротивляется, даже когда мы, не знаю, начинаем изучать языки, да, начинаем заниматься спортом, тело начинает спротивляться, психика не хочет, у нас мозг на самом деле ленивый, он не хочет работать, и поэтому нужно вот мастерство оттачивать постепенно, может быть, первые полгода, вот, да, приходится себя в этот спортзал вот просто приводить, да, а потом в какой-то момент вот наступает понимание, что все, я уже там, мне нравится, мне нравится результат, да, и вообще приятный язык, допустим, кто уже усваивается, так же и в терапии, но в терапии бывает поначалу очень интересно, да, прям захватывающе бывает, потом бывают периоды, да, когда правда болезненно, и чем ближе мы подходим к какой-то травматичной ситуации, да, воспоминаниям травматичным, к чему-то очень важному, тем больше возникает сопротивление. И даже я на своей терапии, я знаю, что если вот мне с утра ехать на сессию, а я прям вот, ну, не хочу, прям все, вот не хочу, и может не поехать, я уже просто из опыта знаю, что значит, с чем-то важным мы сегодня встретимся. Но это всегда страшно, потому что это неизвестно, да, поэтому мы делаем и там разбираемся. Всегда страшно перед неизвестностью или чем-то новым. все новое, оно пугает, но пугает всегда такой иррациональный страх, это как, я говорю, уступить в темный лес ночью, да, это вот первый шаг сделать страшно, но когда мы уже в этом лесу и даже открываем глаза, и вроде бы выносимо, да, и вроде бы вот терпимо, и можно с этим справиться. Но страх такой вот иррациональный, он нас специально уводит, но он же так нас, коллеги, уводит и от наших возможностей, да, поэтому почему говорят, что нужно идти сквозь свой страх. Вот в экзистенциальном подходе как раз есть, там самым ключевым является страх смерти, но когда мы начинаем убегать от этого страха смерти, то мы, конечно, и убегаем от самой жизни. То есть мы обслуживаем этот страх смерти, и мы не живем полноценно. Я боюсь, я, может быть, мечтаю, да, в каком-то экстремальном виде спорта, но я боюсь, что я покалечусь или я умру, поэтому я туда не пойду. Да, я хочу, может, выйти на новую работу, но я боюсь адаптации, может, вообще людей боюсь, поэтому я остановлюсь на прежнем месте работы, да. Я, может быть, хочу поменять отношения, выйти, развестись, да, но я боюсь, там же неизвестность, поэтому остаюсь здесь. И вот так вот мы во всем себя блокируем и остаемся там, где нам уже, может быть, нехорошо. Но вот этот страх смерти, он как и страх физической самой смерти, да, нашей конечности, скажем, и страх стыда, провала, что я там не справлюсь, мне будет очень стыдно, а сильный как раз стыд, он очень похож на такую нефизическую смерть, что хочется провалиться и исчезнуть. Мне так стыдно, я вот, может быть, так плохо выступила сегодня, и завтра я просто не могу вот выйти в этот мир, да. И еще также страх боли, физической боли, но тут нужно понимать, что когда у нас сильная физическая боль, то у нас организм, ну, мы теряем сознание, поэтому в любом случае организм нас умный, и мы это переживем. Поэтому вот так мы себя ограждаем от других каких-то новых возможностей, обслуживая свои страхи. Есть у вас вопросы? А мне будет интересно, вот три кита, психоанализы, социальный подход, а где Рештальт подход? А, он тоже относится к феноменологическим подходам. Да, 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 это не только когнитивно-поведенческий подход, там тоже очень много подходов, да, и также в психодинамическом, да, да, Рештальт там же. Вот здесь там обычно где-то специальный, да. Ну, я поняла. Я уже начала говорить, что сессия у нас длится 50 минут, да, и когда человек к вам приходит впервые, он еще не всегда, правда, знает, настроен он на терапию, или, может, он разово пришел, да, или это будет несколько, допустим, консультаций психологических, да. Поэтому сначала наша задача уточнить у нашего клиента, в этой ситуации клиент, с чем он пришел, да, и вообще, был ли у него ранее опыт обращения за помощью к психологу или к психотерапевту. Если, допустим, человек не обращался за помощью, и вы первый специалист, которого он видит, да, к которому он пришел, то здесь такие тоже очень, конечно, сильные есть переживания. Он пришел в неизвестность. Он пришел, потому что ему плохо, да, но он вас не знает. Это вы на своем рабочем месте, да, вы со своими знаниями, но вы тоже, конечно, первый раз, когда человека встречаете, у вас тоже есть свои чувства, свои переживания. Вы тоже не знаете, с чем вы встречаетесь. И вообще каждую сессию вы не знаете, с чем вы сегодня встретитесь, хотя пациент к вам ходит, допустим, уже лет пять. Да, это всегда то, что-то новое, неизвестное. С чем он сегодня придет? В тот раз он ушел с одним, а за неделю происходит что-то такое новое, вообще кардинальное, и он сегодня совсем о другом говорит. И поэтому, если человек впервые пришел, то вы, конечно, больше времени можете ему уделить, рассказав о том, что вы здесь будете делать, да, кто вы, и рассказать, конечно, правила. Самое важное — это правила рассказать. И первое правило — это правило конфиденциальности. Это о том, что все, что мы обсуждаем в кабинете, остается только в кабинете. Человек должен быть спокоен и должен быть уверен, что информация, да, не дойдет до каких-то других источников. Тогда человек не сможет просто открываться и устанавливать с вами контакт. Чем обусловлено именно такое количество времени? Почему не 50 минут? Почему не час? Не 54 минуты. Ну вот так вот изначально, исторически, Фрейд и Вилл тоже 50 минут терапии, да, 50 минут. Это неизвестно причем. Консультирование бывает длится час. Но вот 50 минут — такая хорошая прям вот... Хороший, скажем, промежуток времени. Это очень недавно лежат в основе этой цифры, там какой-то уровень внимания, там, где что-то. Не могу точно ответить. Следующим, да. Может быть и так. Некоторые психоаналитики останавливали на 15 минут, и говорили, все, сеанс окончен. Такие тоже были психоаналитики. Урок длится 45 минут. Урок 45 минут, а сессия 50. Ну это тоже полезно, потому что конечность всего есть. Конец. Уже такая тренировка после того, что что-то завершается, фрустрация, по началу особенно, да. Блин, уже кончилось, блин. Да, да. Уже столько всего хочется, да, и это тоже такое важное. А вот, допустим, для терапевта прям 50 минут, потом со временем, знаете, прям ощущается внутренне, можно даже, бывает, на часы не смотреть уже прям, все, 50 минут, да, 50 минут. Ну, и как вставать за 5 минут до пудельника, просыпаться. Значит, мы говорим про конфиденциальность, да. Мы говорим о том, что нам важно, чтобы наш пациент, еще клиент на первичной сессии, чтобы он просто говорил. Да, вот говорил все, что приходит в голову. И также стоит ему вернуть то, что мы его здесь не оцениваем. Как он говорит? Плохо, хорошо, там, правильно, грамотно, неграмотно. Нам это не важно. Нам важно, чтобы человек говорил вот все, что приходит в голову. И если даже какое-то приходит воспоминание, да, детское, какое-то кажется странное, почему я его вспомнил, там, вспомнила, нам тоже важно об этом заговорить. Это воспоминание, оно к чему-то нас приведет. И когда клиент слышит, что вы его здесь не оцениваете, да, какой он человек хороший, правильный, неправильный, как он говорит, ему тоже дает такое-то облегчение и расслабление, что вот он здесь может быть любым, да, и вы принимаете его вот хорошим, плохим, он просто здесь есть. И его здесь ждут. Поэтому, чтобы он говорил, да, конфиденциальность, и обговаривайте вот эти моменты с сопротивлением и с агрессией, да, что агрессия будет приподниматься, это нормально, и мы тоже должны с ней работать. Вопрос за конфиденциальность. Уголовное дело производства является исключением? Да. Кроме случаев, кто не отражает, как будто бы не было. Не супервизия, кстати. Да, мы говорим только о супервизии, что конфиденциальность, но единственное место, где мы можем рассказывать, допустим, наш кейс, да, это супервизия. Есть индивидуальные супервизии с супервизором, а есть групповые супервизии, но мы там можем не обозначать имена, просто говорим, у меня вот есть пациентка, женщина, да, такой-то возраст для понимания, ну, психологии развития, и описываем случай. Вот только там, ну, как-то пациенты спокойно к этому относятся, да, вот, это нормально. А вот это ревизор, да, да, конечно, да, и группа тоже, да, у нас на группе тоже есть правило, что информация из кабинета тоже не выходит никуда. Потом нам необходимо с нашим пациентом, если мы все-таки обсуждаем терапию, я обычно предлагаю первые пять сессий пробные, да, когда мы работаем и узнаем друг друга, и в конце пятой сессии мы подводим такой небольшой итог, как вообще пациенту со мной в контакте, да, что я тоже чувствую, как у нас складывается альянс, или не складывается. Мы подводим итог и принимаем решение, мы идем дальше в терапию или нет. И если мы идем в терапию, то вот здесь вот нам нужно уже, если запрос еще не обозначен, то мы здесь все-таки стремимся его обозначить, и мы заключаем контракт, такой вербальный контракт, да, между терапевтом и пациентом. Что входит в контракт? Это обсуждение сеттинга, как частоту наших встреч, да, допустим, раз в неделю для начала, это хорошая частота, бывает, если сложные случаи, бывает два раза в неделю мы можем встречаться, потом пересматриваем, да, выбираем день, время, выбираем оплату, ну, до этого, конечно, оплата уже обсуждается на первых пяти сессиях, да, но мы говорим про оплату и говорим о правилах. Например, если пациент отменяет сессию меньше, чем за сутки, то сессия оплачивается все равно, да, если он отменяет больше, чем сессия, то сессия не оплачивается. Вот, но тут тоже можно смотреть индивидуально, бывает, допустим, я не сразу говорю всем это правило, ну, когда я вижу, что возникают какие-то моменты сопротивления, вот тут, чтобы человека все-таки как-то собрать, да, то мы это правило вводим. Один вопрос. Угу. А если терапевт отменяет сессию меньше? Если он отменяет меньше, чем за сутки, тогда сессия может быть в следующий раз за его счет. Да, или со скидкой. Да. Или оплачиваем. Да, или 50% скидка. Тут каждый сам. Угу. У меня вопрос по оплате. Скажите, пожалуйста, я слышала часто, что терапевты могут брать оплату вперед. Насколько это вообще приемлемо, что ли? Ну, это все так, ну, индивидуально, да, и, ну, с какой целью, может быть? Может быть, да, терапевту вот так безопаснее, например, да, может быть, он арендует кабинет, и, а может быть, как раз в момент такого сопротивления, и он как бы пытается вот таким образом, да, тоже как-то простимулировать, мотивировать пациента. Иногда пациенты говорят, что мне проще вот там за 5 сессий вперед оплатить. Это бывает, допустим, если в других странах живу, да, ну, по-разному все. Индивидуально. Вот. Когда приходит к вам клиент на первую консультацию, вы как раз тоже можете обращать внимание на то, как клиент располагается, да, как он вообще встречается с вами. Если у вас, если это очный прием, вы работаете в кабинете, у вас есть и кушетка, и, допустим, кресло, да, несколько, может быть, 2-3, вы предлагаете клиенту выбрать себе место. И вот это нам очень тоже подсвечивает, как клиент распоряжается с этим пространством, как он выбирает место, как он занимает сколько места, да, с собой, как он обходится с комфортом. Вот, может быть, ему холодно, да, и просит ли он у вас плед. Если он хочет пить, он просит ли у вас воду, да, кто-то позаботится о нем. И бывает так, что мы как раз видим, что часто люди стесняются, может быть, просить, да, или не умеют, или как-то им неловко. И при этом вам может клиент рассказывать, что он очень ответственный человек в жизни, он вырос в многодетной семье, и он такой заботливый, но о себе он позаботиться вот сейчас не может. И тогда, вот, наблюдая все это, и также как раз вопрос оплаты, да, как он вам оплачивает, как он обходится с деньгами, да, как он переводит, или он наличными отдает, да, как он это делает, вы тоже наблюдаете его отношения даже с деньгами здесь. И вы все это можете потом уже отразить вашему клиенту, да, что вот я замечаю, что вот вы так-то и так-то обходитесь, допустим, да, вот со своим местом, пространством. Так ли у вас это проявляется в жизни? То есть терапевт здесь является таким зеркалом, которое отражает пациенту вот эти навыки, да, модели поведения, как он вообще реагирует, да, то есть что с ним происходит? Мы же себя не можем видеть со стороны в зеркале, да, а как раз вот терапевт именно та фигура, которая это подмечает. И вот сама ценность именно вот в этих отношениях терапевтических. И вот здесь пациент начинает задумываться, ой, правда, действительно, а я же вот как-то, может быть, и неловко себя чувствую, а может быть, иногда мне стыдно или как-то неудобно попросить, да, хотя это такие вот... Мы же как раз обращаем внимание на то, что это же естественные моменты, да, и забота о себе — это естественные вещи, и нормально, и терапевт тоже должен уметь заботиться о себе и о своем восстановлении. Потому что, вот как-то сказал мне мой терапевт, что психолог не работает 40 часов в неделю. И это правда, да, мы не можем работать 40 часов в неделю, это по 8 приемов в день. Мы выгорем. Поэтому тут мы для себя сами, конечно, находим какую-то свою норму комфортную, да, у кого сколько это может быть приемов в неделю, и не забываем про наше собственное восстановление, что если мы где-то берем много нагрузки, то мы не успеваем восстановиться, и тогда мы становимся менее, скажем, эффективными терапевтами, да, у нас не хватает нашего ресурса. Это отражается, например. Да, да, на терапии. И на самом деле тоже где-то пациентам где-то это ощущается. И по поводу видов терапии еще, я вам скажу, есть индивидуальная терапия, да, когда мы работаем с пациентом один на один, мы вдвоем в кабинете. Есть групповая психотерапия, да, вот если сравнивать индивидуальную терапию, то она работает по вертикали, да, мы идем в глубь. А групповая терапия работает по горизонтали, то есть там у нас группа, есть динамика группы, да, и здесь как раз пациент, клиент, он может быть и субъектом, и объектом. И здесь группа хорошо именно отражает наше взаимодействие с миром, с людьми, наши межличностные отношения, да, и это очень тоже бывает хорошим таким тренажером, и хорошей работой понять, а как я взаимодействую с миром. Группа хорошо это подсвечивает, и роли тоже у клиентов бывают разные. Есть лидеры группы, да, есть те, кто наоборот отмалчиваются, может быть, стесняются. Динамика группы тоже бывает разная. Бывает, когда сплочается группа, допустим, против терапевта своего, да, это тоже важная часть группы. И групповая работа хорошо работает вот именно для, по вопросам и коммуникации, взаимодействия, доверия, как я могу раскрываться этому миру, или я не могу раскрываться, или мне очень страшно. И такой навык тоже приобретается, как давать такую экологичную обратную связь. Как мы даем обратную связь? Мы не осуждаем человека, да, что вот я тебя слушаю, и мне вот не нравится, как ты отзываешься о ком-то. Мы говорим, когда я тебя слушаю, я испытываю такие-то чувства. То есть твои слова во мне пробуждают какие-то чувства. И это важно и для человека, который является клиентом, скажем, да, говорящим, который получает эту обратную связь. Потому что, скорее всего, также те же чувства испытывают люди из его близкого окружения. Может быть, человек делится тем, что вот у него не получается отношения выстраивать, да, или с коллегами даже, может быть, есть сложности. А другой человек в группе отражает ему, что вот я тебя слушаю, у меня возникает раздражение. И тогда, скорее всего, те же люди, близкие коллеги тоже могут чувствовать такое же раздражение. Это бывает полезным, да, вот услышать, что мое поведение может вызывать раздражение. Осознать, что такое тоже может быть. И вот с этим работать. И также группа очень хорошо работает с какими-то определенными запросами. Это могут быть запросы как раз на проживание в горе, например, да, кризисные группы, женщинам, подбегшимся насилию, например. Очень такие группы тоже важны, потому что там есть такой важный принцип универсальности. Когда мы в какой-то находимся проблеме, то мы сливаемся вот с этой проблемой, и нам кажется, что вот все, мы так вот узко уже мыслим, все плохо, да, как вот на рельсе встали и стоим, и нам не посмотреть ни влево, ни вправо. И нам надо с этой проблемой растождествиться. И как раз группа еще дает вот этот принцип универсальности, дает понимание, что я такая не одна, или я такой не один, что вокруг меня тоже люди с такими же схожими сложностями. И каждый из них может поделиться, как он справляется с этими сложностями, да, какой-то другой опыт мы можем услышать, можем получить поддержку. Это понимание, что не только у меня такая беда, да, оно как-то дает вот это ощущение общности и имеет такой терапевтический эффект. И также по поводу форм работы, это бывает очная работа в кабинете, да, и бывает онлайн работа, это онлайн, это скайп или ватсап. Как началась пандемия, так раньше был в основном скайп, да, использовался ли зум, то сейчас уже и телеграмма, ватсап, кто как звонит. Конечно, если есть возможность, вы живете в одном городе, то лучше, конечно, работать очно. Или хотя бы, может быть, две-три сессии провести очно, и чтобы установился контакт, а потом уже переходить туда уже в онлайн формат. Конечно, когда это разные города, разные страны, то здесь у нас вариантов нет, поэтому работаем только онлайн, но тоже нужно обращать внимание на контакт, да, опять же, вот если мы говорим про сопротивление, то как оно может проявиться в онлайн работе? Неполадки. Неполадки, помехи, пропадает связь, да, что-то происходит, что-то вторгается, как будто, что-то вот не дает нам работать. Вот, ну, здесь мы не выбираем, да, но онлайн работа тоже эффективная достаточно, но, конечно, очные контакты, когда вы человека видите целиком, да, вы видите даже, как его тело реагирует, может, он руку сжимает в кулак, да, говорит там про папу, например, или про маму, вы это все больше замечаете, но это по возможности. Ну, по моему плану, мне кажется, я вам рассказала все. А, еще помимо, кстати, групповой терапии, есть еще семейная терапия, да, или парная терапия, куда приходят пары, семьи, и иногда тоже пациенты говорят, что только впервые вот так смогли услышать друг друга, да, у семейного психолога, потому что, например, кто-то из партнеров может уходить от вопроса, да, но психолог все равно возвращает, что я все-таки вот так и не услышала ответ на свой вопрос, давайте к нему вернемся, и вот пара может как-то глубже пообщаться, и услышать друг друга лучше. Да. Получается, вертикально и горизонтально? Да. Да. И начинают разговаривать к нему. Да. Правда, иногда, иногда как раз хотя бы начинают разговаривать. Скажи, пожалуйста, начинающие терапевты делились в неделю, к нему думали ли с одинаковой проблемой? с той, которая сейчас допустила? У них. У терапевтов есть сложности с мамой, и все идут сложности с мамой. Да, все правильно. Ну вот это что, так и есть. Я вам как раз не сказала о важности личной терапии или личного анализа, и в каких-то, кстати, подходах психотерапии это не считается обязательной нормой, но для анализа, например, это обязательно, но тоже не все психоаналитики проходят анализ, да, и не все терапевты проходят. Вот почему так происходит? Вот есть, допустим, у начинающего специалиста проблема с мамой, да, и он в терапии не был, он эту проблему не проработал. И к нам, в принципе, всегда приходят те клиенты, пациенты со схожими проблемами, с которыми мы работали сами. А вот как раз начинающий терапевт не проработал свои отношения с мамой, и к нему приходит человек с такой же проблемой. И работа не случается, не происходит терапия, потому что начинающий терапевт начинает проваливаться в свои чувства от своих отношений с мамой, да, и он уже отделяется и не может помочь своему пациенту. Вот поэтому очень важна личная терапия. Когда он начинает лечиться. Да. Мы, конечно, и когда учимся, лечимся, да, но это все равно не тот уровень, как в своей терапии. Мы сейчас проконтропили, да? Да. А какие вопросы вы искали своего терапевта? Прошли, да, терапию? Да, у меня два терапевта за свою практику. У меня первое обращение к терапевту было такое, что даже до моего... Я пришла учиться, а сначала попав в терапию, просто из какого-то отклика, послушав короткую лекцию психолога, и утром проснулась и подумала, хочу пойти к психологу пообщаться. Что-то так меня привлекло, вот, и оказалась я у психоаналитика. Поэтому даже иногда вот я, ну, как-то вот так, вот как будто нырнула в это, и все, и мне понравилось. У меня вопрос был взаимодействие пациента и терапевта между сессиями. С точки зрения этики, вот этого всего, если он не запрашивает дополнительную сессию, а просто задает какую-то там... Может ли он написать? Да, и насколько можно публикаться в этом общении? Там очень легко... Тоже зависит от подхода, да? В психоанализе нет. Допустим, если... Ну, экзистенциальный подход, да, может, но тоже зависит от терапевта. И, допустим, на начальном этапе я могу сказать, что вы можете написать, если возникнут очень сильные чувства, что я могу даже не сразу ответить или какое-нибудь солнышко прислать в ответ, да, ну, какую-то я как бы дам поддержку, что я с вами, я вас слышу. Но тем более какие-то устанавливать отношения дружеские или какие-то нет. Должны быть границы в терапии. Поэтому на усмотрение терапевта. Ну, то есть стоит обговорить? Да, да, стоит обговорить. Спасибо. А насколько этично это, что психолог может сам написать? А написать с каким вопросом? И почему он может написать? Ну, я бы, например, порекомендовал какой-то метод, в котором можно справляться с тревогой. И используешь ли ты этот метод? Что ты можешь при этом? В течение времени? Это этично? Контроль? Ну, контроль, да. Это вы можете с ним обсудить. Что заставляет вашего психолога писать вам и контролировать? Не знаю. В терапии такого нет. Скорее, на это исследование очень захотелось. Да. Клиент конкретно, я думаю, что там ты делаешь за больным? Может, что-то с ним? Как раз в терапии мы будем обсуждать вопрос, а почему вы, допустим, не смогли сделать? Да, что помешало, например, или с чем столкнулись? Это же тоже тема прям для исследования. А в классический случай, да, пациент появляется или начинает испытывать какие-то чувства капот, а вы ему советуете в этом случае себя вести. Но это же очень часто происходит. Мы это все разбираем, психоанализ это все прям исследуется. Что происходит, да, какие у него фантазии, что он думает по этому поводу. Но это все исследуется. То есть, с вами это продолжается, да? Да, конечно. Обязательно. Мы тут как раз даже здесь мы не можем работу закончить. Как это терапевт закончит здесь работу? Вы в меня влюбились, поэтому вы уходите, больше ко мне не приходите? Тем более, там уже может скрыться то, что конкретно в отношениях происходит что-то такое женщина, мужчина, да? Что-то, что как раз приводит к тому, что все к нему приходят. Как раз терапевт, продолжая следовать, оставаясь, он показывает, что я от вас не иду и давайте, что дальше? Он может дойти до точки, где он вообще никогда не был. Можно сказать, да, да. Тем самым перепрожить точно, но... А может ли терапевт сам закончить принявку с пациентом на сессии, если видит, что прокрации нет? Не пробиться? если даже супервизии не помогают и вот не сдвинуться никак, если вот именно пациент не двигается, может тогда. Но это тоже все обсуждается и, да, и, конечно, это уже принимается решение тоже вместе с пациентом. То есть там уже, по сути, как бы, ну, если он не двигается, он что, он молчит, например, или что? Или вы на месте, на месте топчетесь, да? Да, тогда можно. Я слышу вопросы. Сейчас, секундочку. А ваши знакомые или друзья, если я правильно помню, не могут прийти к вам как пациенты, да? Нет, конечно. Еще более того, не только мои знакомые, там, тем более близкие, даже друзья не могут прийти. Мы не можем брать хороших друзей и родных своих пациентов. Например, я работаю с пациенткой, и она мне говорит, моя сестра хочет пойти в терапию. Можно к вам? Нет. Я могу посоветовать своих коллег, потому что у меня с ней отношения терапевтические. Бывает так, например, говорят, ну, это моя коллега, там, ну, да, хотя бы я расспрашиваю, как вы общаетесь, там, тесно, не тесно, как бы, да, и только при обсуждении, при договоренностях, что они не обсуждают свои терапии друг с другом. А вы все равно с женой могут ходить? Нет. Ну, психоанализа нет. В каком-то другом подходе кто-то из коллег может брать. Кто-то берет и маму с дочкой, например. А вообще нет, потому что вот даже когда идет семейная терапия, да, например, пара ходит или, ну, в парную семейную терапию, у них помимо семейной терапии может быть, у каждого индивидуальная терапия, но они ходят к разным терапевтам. А к этому нельзя, по-моему, да, на моду же прийти? Ну, бывает. Нельзя, потому что появляется... А, это же твой психолог, например, твой терапевт, да, и он уже как будто за тебя. Нет. Кажется, да, предупреждение будет. Да. Там ревность тоже появляется. Такая. В любом случае, типа, мужчина решил с любовницей прийти к семейному терапевству, к которому он с женой ходил, и такое можно, если нет. Ну, то есть, это такой этический момент, да. Скажите про внешний вид, как вы принимаете. То есть, это же тоже очень надеется на пациента. Мой внешний вид? Ну, вообще, да, хорошего специалиста. А по-моему, вы двигаете? По-разному. У нас есть очень выдающиеся психоаналитики, которые могут быть просто в очень комфортной одежде. Тут, наверное, от самого терапевта, от его личностных особенностей, да, зависит от его, может быть, стиля, даже от его комфорта. Кто-то может себе позволить прийти в худи на работу, да, а кто-то не может позволить. Поэтому это такой вопрос, как бы, открытый. Это тоже, может быть, как раз такой темой для, может быть, кому-то из пациентов что-то не нравится во внешнем виде, да, но тогда мы можем это разбирать, его фантазии. Тут уже как терапевт решает для себя. Прямо таких четких правил нет. Ну, не в спортивном костюме. Ну, не в спортивном, конечно. Все-таки это кабинет, да, это работа, в спортивном нет. Скажите, пожалуйста, кого вы посоветуете начать читать для студентов от института, кто поступает? Фрейда. Скажите, пожалуйста, еще выбор по ходу. Как правило, он по работе, а, но они не любят. Кто-то комбинирует, кто-то в одном, кто-то вообще изучает разные направления и сочетает разные инструменты. Все индивидуально. Но мы точно много учимся, да, нужно учиться. Ну, не то, что прям, может быть, много, да, ну, хотя бы раз считается официально вот в институте, допустим, хотя бы раз в три года нужно проходить курсы повышения, да, но мне кажется, раз в год точно как бы нужно. У меня как-то вопрос был про подходы. Я слышала одного из преподавателей такого мысля, что не получится работать в одном подходе. То есть не берется, возможно, столько клиентов, с кем можно было бы работать именно в одном психоанализе. То есть терапевт, в принципе, должен обладать всем подходами и исходя уже из того, какой клиент он пришел, уже выбирается подход. Так ли это? Я бы, наверное, полностью не согласилась. Вот есть прям аналитики, которые будут работать только в анализе. Для этого надо набрать большой опыт, большого балла. Кому-то может быть, да, так, а кому-то может быть и не так важна большая база, но человек фанат психоанализа. Но все-таки это люди такие уже с долгим опытом работы, стажем, мне кажется, у них большие базы. А может быть, не всем правда такая большая база нужна. Может быть, кому-то принимает 10 пациентов в неделю, да, и помимо есть, допустим, лекции те же, да, что-то еще есть. И может быть, достаточно кому-то больше. Все-таки вот я бы, наверное, психоанализ выделила отдельно, психоанализ, да, а если это направление психотерапии, может быть, экзистенциальный подход, там процессуальный подход, есть Менделла, есть гештальт, может быть. Человек, попадая в эту сферу, просто он начинает интересоваться, ему это интересно, и он начинает пробовать, изучать разные подходы. Да, и гипнотерапия тоже есть. И чем больше, говорю, да, у нас инструментов, тем больше у вас арсенал. И если говорить именно про терапию, то вы с каждым клиентом выбираете индивидуальную, свою особую терапию. И поэтому вы сегодня можете говорить, разбирать сновидение, да, а завтра вы можете использовать горящий стул из гештальта. Вот если вы чувствуете, что прямо сейчас это будет уместным, да, или даже давать какое-то домашнее задание или вести дневник чувств, например, да, вот есть дневник чувств, когда мы научаем человека распознавать, он записывает события за день, хотя бы два-три, и прямо описывает, что чувствовал, какая реакция в теле была, как отреагировал, то есть вот так он только может научиться реагировать, обращать внимание на чувства. Такое тоже может быть. А в какой мере можно давать свободу пациенту в плане планирования встречи? То есть он «Ой, слушайте, я хочу сегодня сны свои, абсолютно не такие сны». И это повторяется допустимой сессию, сессию. Каждый раз сны. Допустим. Сегодня я не хочу про сны, давайте я сегодня про детство по-своему. То есть он сам начинает. Насколько это можно выпускать? И возможно тоже вариации, когда-то это прям нужно, чтобы лучше тоже в какие-то моменты поработать, увидеть. А когда-то нужно это купировать. То есть вот это вот. Вы это почувствуете, когда вот он пришел прям захвачен этим сновидением, да? И сновидение же как подарок для аналитика. Да? И начинает вам рассказывать, его захватило сновидение. Это вы чувствуете, что это важно. А если вот из позиции «я хочу», а я сегодня хочу вот про мороженое, а завтра про пирожное, да? Тогда мы выясняем, а что вообще происходит. Вы не сможете угадать, что он просто боится. Да, 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 конечно. Это очень чувствуется. Он начинает прямо много говорить, куда-то увиливать, да, о чем-то, о чем угодно, о погоде, о природе, да. Но в последние минут пять-десять он вам скажет, с чем он шел. Но вы его останавливаете, спрашиваете, уточняете, почему это сновидение такое важное, чем показалось, да, про что оно. Ну, как бы, может быть, есть какие-то другие темы, может быть, что-то было, может быть, с чем-то другим вы шли. Спасибо. Пожалуйста, и вам спасибо. А если пациент сильно умничать начинает, что он вообще закончил, и все канонисты занимаются, как я говорю, да, я вообще вот не верю, вот давайте вам покештартируйте. Нет, как раз вот почему, коллеги, я вам говорю, что важно сказать вначале, прояснить, в каком подходе вы работаете, и тогда у вас возникает договоренность, что вы обсудили, и он пришел в анализ, и потом уже хочу в гештальт, это уже значит нарушение договоренностей, да, и тогда что у него с ответственностью, и почему вдруг теперь гештальт хочу, чем анализ неплох, это все темы для исследования, это уже такие капризы, да, начинаются, что вроде как, как ребенок начинает, пациент себя ведет, это хочу, это не хочу, да, что это состояние такое у вас сегодня? Сколько лет? Да, да, сегодня вам сколько, три годика, да, или пять, да. Вот поэтому важно как раз себя тоже и себя обезопасить, что вы проговорили, и когда вы оставляете контракт, вы берете обязательства, и вы как терапевт, и пациент берет обязательства, все, у вас ответственность, и вы ее не нарушаете, либо обсуждаете, а почему стали нарушаться нашей договоренности? А есть какие-то четкие грани, показатели, когда нужно этого пациента переводить как-либо на психотерапевту, а то ли к психиатру, все. То есть какие-то четкие там ретерные точки, по которым так, все, ребята, камон, давай. Преследование, наверное. А? Преследование, наверное. Ну, преследование, да, но бывает, когда вы чувствуете уже такие, да, что иногда мы же отправляем к психотерапевту, да, и к психиатру, когда у нас есть ощущение, что уже, да, там человек на грани и может психоз уйти. И когда вы чувствуете такое истощение психическое, то, да, где-то нужно поддержать психику препаратами. Мы не врачи, да, поэтому нам нужно отправить иногда человека, если у вас есть предположение, отправить на диагностику к врачу, к психиатру или терапевту. И хорошо, когда вы практикуете, чтобы у вас был свой коллега, да, психотерапевт или психиатр, с кем вы потом взаимодействуете. Потому что такая уже немножко командная работа начинается, и вы должны знать его диагноз. А как вот вы искали своего психотерапевта и психиатра? Ну, вы идите и... Вот мой психотерапевт. Ну, психотерапевт, как бы, это уже... Ну, вот первое я объяснила это даже через знакомых у меня получилась, да, встреча. Вот. А второго терапевта я уже просто знала и... ну, из нашего, как бы, сообщества мы уже все знакомы, да, и вы уже где-то встречаетесь, где-то, может быть, учитесь у него, где-то в группе взаимодействуете, и так, таким образом выбираете. У меня первая была женщина, а вторая была мужчина. Я в какой-то момент поняла, что вот как женщина я отработала с материнской фигурой, да, потом мне надо пойти к мужчине. Вот. А психиатра тоже уже через коллег потом со временем. Вы бывает... Бывает так, что вы попадаете в группу, например, супервизорскую, и там тоже могут быть врачи-психотерапевты. Вы знакомитесь, какие-то конференции, какие-то лекции. Вы взаимодействуете или через коллег как-то вот договариваетесь? Это уже вот передача контакта друг к другу. Я слышала, что нам нужно еще юриста найти на всякий случай. Хорошо. Вот как раз вопрос к этому, да, что сколько документ, прям составлять документ, вот сейчас, ну, самогонитый, вот я, например, и вот, наверное, то есть вот этот контракт нужно в письменном уже виде все-таки тоже, да, подписывать. Насколько это вообще партифункционно? Я пока не слышала про письменный контракт, и мне кажется, в терапии, наверное, письменный контракт, может быть, он и ни к чему. Да, все-таки это же не какая-то услуга компании, да, это все-таки отношения. Мы же не врачи. Мы не врачи. Да, то я скажу мне, то вроде казалось будет окей, но это вообще чуть-чуть странное к этому чувство намекает, что это слишком создает какой-то совершенно нервный процесс, формальности практически. Тут же не так, что вот услуга, казах, это все, то есть тут довольно все такое на годах, поэтому все. Вербального будет достаточно? и пообсуждаете, поисследуете. Если прям, ну вот человеку, это важно, да, вот есть, да, люди тревожные, контролирующие, но составите договор, человека послушайте, пациента. Такого меня не встречало в практике. Кто с чем уходит, поделитесь. Я существую благодарность вам. И группе тоже. Я вас тоже благодарю. Я в Апсинсайд ухожу, потому что я сейчас резкую профессиональную сферу, и у меня каждый раз просто тревожность, когда я прихожу в духовное кондюнте, и я понимаю, что это просто страх столкнуться со стыдом, и мы можем все продевать, так что спасибо вам. Признавайтесь, да, мне страшно, я боюсь, что будет стыдно. Это у всех, у нас такое есть. Мы все живые люди, мы не роботы, мне тоже лекцию каждый раз тоже волнительно читать, когда она первая. Если это уже вторая, третья с группой, то это уже попроще, уже ты знаешь людей, уже контакты есть, а первый раз тоже всегда волнительно. И так же и в терапии тоже бывает волнительно. Скажите, пожалуйста, вам нужно в работе поддерживать какой-то образ? Образ психоаналитика это скорее образ мудреца, да? По ощущениям, я не начала этой лекции, а на середину меня, но сейчас у вас такое ощущение, что вы держите такой некий образ мудреца перед нами, ну и возможно в своей работе. Насколько предположение верно? Ну, может быть, лектора, а не мудреца? Не знаю даже, я так не чувствую. Может, у меня есть тоже какое-то напряжение, да, от того, что тоже моя ответственность прочитать лекцию в терапии, допустим, нет. Но это же тоже такое еще чувство бывает, с одним человеком можно вообще спокойно расслабленным быть, вот сегодня именно. Другой приходит в своем состоянии, и мы же тоже это передаем друг другу, да, это считывается, и я могу совсем другой роли быть, с другим состоянием, может быть, не роли, а состоянием. И прямо получается очень классная штука, что через другого человека мы лучше себя воспринимаем. Да, да, в этом и прелесть. И в том, когда закрывается только с другим человеком мы можем развиваться, да, когда мы одни, мы можем сколько угодно читать, медитировать, что-то делать, самореализовываться, но это все до выхода, скажем, в мир. Мы там встречаемся с другими людьми, а когда мы рядом с другим человеком в отношениях, в работе с коллегами, конечно, нам другие люди тоже что-то отражают и подсвечивают, так же, как и мы. Да, не только мы и другие люди видят, какие мы замечательные. Я ответила на вопрос. Каждый раз новый ромол для вас. В зависимости от состояния пациента. Наверное, новое состояние, просто ощущение внутреннее. Все-таки как бы роль, ну, для меня роль или маска, да, это про какую-то игру определенную, а все-таки терапия, это человек приходит к человеку, да, мы в разных ролях, один терапевт, другой пациент, но, ну, может быть, я так воспринимаю роль, да, как маску, но для меня это немного про неестественность. И неестественность терапии очень ощущается, если это вот так кто-то становится таким важным, значимым. Я вот терапевт, сейчас вас научу. Нет, мы не даем совета и мы не берем на себя так много, мы следуем за пациентом. А я хотела спросить по поводу состояния. А у вас было такое когда-нибудь на консультации, что пришел клиент и вам, ну, так как разное все время состояние, что вам было тяжело переносить это состояние, которое возможно... С которым он пришел? Да, например, ну, соответственно, есть же эмпатия, то есть ты можешь на себя это перекладывать, вот, и что вы не смогли вести консультацию за это, ну, с того, что вам было тяжело переносить. Такого не было. Бывает так, что человек приходит в сложных состояниях, но мы начинаем это обсуждать, и когда человек начинает об этом говорить, состояние меняется. Ну, она просто когда человек, скажем так, тратит определенные деньги, но они для него особо не важны, у него сам процесс может быть менее эффективен. Я сейчас пытаюсь стимулировать свой вопрос параллельно. Допустим, если человек достаточно осознанно, он понимает, что он несерьезно отнесется к терапии, если он платит эти деньги, можно как бы намекнуть или предложить такой вариант, что вы, скажем так, оцените, насколько для вас это будет в денежном эквиваленте выражаться, чтобы для вас это было важно и ценно, чтобы более ответственно подходили. Вы понимаете? Оплата за терапию, правильно? Да. Да, это хороший вопрос и важно. Если он убей заплатить, он изыщет ее, хотя ему последний доедает кусок хлеба, но ему важно и он очень ответственно к этому отнесется. А кто-то дам совку и для него досидит, подумает на своем, но я примерно это пытаюсь. Понятен вопрос. Вопрос оплаты гонорара, он обсуждается индивидуально с каждым пациентом. Да, у терапевта, конечно, есть свой какой-то предел, например, минимальный, да? Но стоимость мы обсуждаем с каждым пациентом индивидуально и проясняем, прям даже объясняем, что оплата не должна быть низкой, но должна быть значимой для человека. Чтобы, если это будет на него, да, даже 10 тысяч для кого-то это будет очень дешево, он это обесценит. Это как чаевые дать, да? А для кого-то, правда, 2 тысячи это много очень, но человек ценит и будет готов и будет работать за эти деньги. Он тратит свое время и тратит финансы, и у него есть мотивация, ему нужна терапия. как люди с ведущим иерархическим синтромом, допустим, они будут именно рассматривать свои парадигмы, то есть я готов заплатить столько, я понимаю ценности этого процесса. примерно. И тоже нужно понимать, например, если даже вам клиент готов заплатить ИСТО за консультацию, то он может вам выдать такую информацию, которую вы не сможете выдержать. Вопрос финансов очень такой деликатный. Тема денег очень для многих людей сложная. И для терапевта бывает начать разговор про повышение гонорара тоже сложным. И поэтому, когда вы начинаете терапию с пациентом, то вы можете, на первых, когда вы как раз контракт заключаете, вы можете проговаривать, что сумма гонорара может повышаться раз в год. Это нормально. И за терапию хорошим результатом является то, что у пациента повышается качество жизни. Он может к вам пришел, у него был такой оклад, или такой доход. Через год его уровень жизни вырастает. Это хороший показатель терапии. В принципе, так и бывает. И поэтому мы должны пересматривать гонорар каждый год, потому что это тоже является таким стимулом расти дальше и в жизни. И также очень важная тема обсуждения финансового вопроса. вы можете вы можете обозначить, на какую сумму вы хотите повысить гонорар, а можете обсуждать с пациентом. Пусть он подумает. Это тоже такой вопрос передачи ответственности, что пусть он подумает, на какую сумму ему будет приемлемо и комфортно поднять оплату. И иногда, кстати, даже получается так, что я могу думать на одну сумму, а пациент мне скажет, я вот подумала вот столько-то для меня это будет прилично, но я знаю ценность этому и я готова. То есть индексация зависящая от восприятия ценностей непосредственно. Да, да. А бывает с кем-то даже говоришь о повышении на незначительную сумму и вот тут поднимается тоже много агрессии. А что это вы мне поднимаете оплату? Хотите от меня избавиться? У меня и так все не очень хорошо. Мы и так работаем с вами сколько времени и что-то нет таких результатов. А повысить оплату вы мне не забыли. Тоже важный момент. Все вот эти темы очень важны для исследования. И даже тему денег вы обсуждаете в терапии. Потому что это про тоже брать-давать, принимать, да, как я обхожусь деньгами, тоже про ответственность для женщин такая частая тревога быть зависимой в декрете, например, да, зависимой финансово. Тоже как попросить у мужа, как ему сказать о своих потребностях у всех, это очень разные чувства вызывает. Поэтому важно. это кардинально прозвучается. Да. Ну что, закончились вопросы? Я вас тоже благодарю. И вам тоже спасибо. Было интересно. Спасибо. Спасибо.